Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Слышали, дорогие телезрители и радиослушатели, про такую систему, как «Бугинг» — это система бронирования отелей. Ну, есть такой некий сайт, который для вас бронирует номера в том-либо отеле, причем по всему миру. И вот вы знаете, не так давно федеральная наша антимонопольная служба, что называется, наехала на эту систему, и признала ее виновным в том, что они навязывают гостиницам те или иные требования. И об этом мы сегодня поговорим вообще, о системе бронирования, как лучше забронировать, нужен ли действительно какой-то посредник, или может сделать самому, или может оборот, я говорю, у нас совсем уже 21 век, и самому непосредственно в отеле уже бронировать не Камильфо, может уже и ресепшенов больше нет, все через интернет, причем через посредников. Что вы думаете по этому поводу, как вы бронируете номера в отелях, как, на ваш взгляд, лучше, что вам, может быть, не понравилось в системе букинга, или, наоборот, понравилось? Звоните по телефону 3190, у нас прямой эфир, высказывайте ваше мнение, все, что вы думаете об бронированиях, да и вообще об отелях в нашей стране в целом. А пока хочу представить наших гостей. Одного гостя вы прекрасно знаете, это Ирина Шеремекер, президент Ассоциации туризма в Тверской области. Добрый день. Добрый день. И Марина Пантелеева, операционный директор отелей «Панорама» и турист от отеля в областном центре. Марина, добрый день. Добрый день. 3190, ждем ваших звонков, вашего мнения. Ну что же, дамы, скажите, вот для тех, кто, как говорится, в танке и не слушал, что вообще представляет собой система букинга? Ну, все, наверное, знают. Не все, вот не все, вот не все, не все. Поэтому давайте еще раз, как говорят в английском, «at the very beginning», с самого начала. Система букинг – это общая мировая система. Она предназначена для того, чтобы предоставлять прозрачные услуги по бронированию отелей. И она очень понятна, проста. И потребитель, гость, он, когда обращается к букингу, видит и уровень отеля, там определенная звездность, конечно, в России пока что система только отлаживается. Но, тем не менее, все очень запросто используют эту систему, мобильные приложения, там в каком угодно виде. Или в интернете на сайте. В интернете на сайте. Это вообще в любых видах системы доступно. То есть для конечного потребителя это, конечно, большое благо. И таких систем, в принципе, по России, по всему миру их достаточно. Аналогов. Да. Ну, они так или иначе как-то отличаются друг от друга. Но принцип как бы один и тот же. Но самая распространенная система – это букинг у нас. И, в общем-то, вот эта система агрегаторов, она сейчас распространяется. Мы видим и такси-агрегаторы есть, и доставка еды различные агрегаторы. Ну, в общем-то, это новая в России как бы пласт бизнеса, который, по большому счету, еще в правила игры на рынке еще не вписан в рамках законодательства. То есть они работают и работают. И очень успешно для себя работают. И, в общем-то, потребитель не видит вот этой кухни, которая происходит между отелем и этой системой бронирования. А противоречий, на самом деле, достаточно большое количество. Вот, и, в общем-то... Противоречий, мы чуть позже. Марин, а мне вот вопрос, а вообще, почему отели пошли на сотрудничество с букингом? Зачем это надо? На самом деле, это большое благо. Букинг, когда вошел в Россию, он поднял продажи буквально у большинства отелей, потому что сами себя отели продают очень плохо. Почему? Ну, потому что это, во-первых, содержание своего собственного сайта, через который нужно продавать. Это система бронирования, которая должна быть понятна и прозрачна на собственном сайте. Никак. Мы бронируем места в кинотеатрах. В чем проблема забронить отель? Это же вроде бы элементарно. Элементарно. А как найти отель, который вы хотите? Например, в поисковике, допустим, Яндекс или Гугл, вы забиваете в поиске... Отель Твери. Отель Твери. Да. Первое, что вы увидите, это агрегаторная площадка Букинг Кома. Первое, что вы увидите. Да, конечно, они платят. И, конечно, они продвигаются. Первым делом. А потом уже будут все те отели, которые участвуют в рекламных акциях или платят тем или иным площадкам. Самые известные. А если они не заплатили рекламу, то вы о них практически не найдете. Они будут сам в конце поисковика. Поэтому отелям, для того, чтобы себя продвигать, нужно вкладывать очень много денег в рекламу и в маркетинг. Продвигать себя. Самое простое... Включить с админом за то, чтобы в твоей элементарной поисковике строчка... Да, конечно. Поэтому самое простое, что может сделать отель, это заключить договор с Букинг Комомом и находиться всегда в верхней строчке поисковика. Это дешевле? Это дешевле. Реально? Это реально дешевле и прочее. Это действительно проще. Потому что здесь нет человеческого фактора, потому что менеджеру найти это тоже достаточно большая проблема. и человек, который обслуживает эту систему. Это дополнительные штатные единицы. Ну, какой-то системный администратор. Заплатить раз его за создание сайта, а потом человек, который будет... Сайт нужно постоянно поддерживать. Его нужно постоянно наполнять. Нужно обязательно изменение любых тарифов, которые у вас происходят. И поддержание сайта – это достаточно недешевый продукт. Очень. И отель не каждый может себе это позволить. И отслеживать в общем поле, как он у тебя там и продвигается, и как информация подается. В букинге четкая система подачи информации. Большего и меньшего там не должно быть. То есть там есть определенные рамки, всем понятные. А когда начинается самодеятельность в части креатива своих сайтов, то она не всегда приветствуется потребителями. Кому-то хочется побольше картинок, кому-то поменьше. Картинки там более красочные, менее красочные. Получается, что за такую цену ты покупаешь не совсем понятную услугу, которые там заявлены в цене. Букинг сам еще имеет систему оценки, скажем так, которые тоже есть определенные пожелания, скажем так. Поэтому здесь вот система удобная. И, наверное, их не должно быть там одна система, а должны быть несколько, чтобы была конкуренция, иначе это все сводится к монополизму. А вот как известно, начинается крен в ту или иную сторону. А вот Ирина сказала, что другие системы, так стало быть, они же есть, да? Ну, есть, они есть, есть и на территории России, но у них доля рынка настолько мала, они не конкуренты Букинг Кому. Почему? В чем проблема? Именно там даже скопируют ту же модель поведения. Нет, Букинг Ком зашел первый раз и единственный на рынок, да, и сразу заявил о себе. Первый был какой-то оператор сотовой связи, там, допустим, первый был, не знаю, социальная сеть, к примеру. Возможно, сейчас, когда начнут регламентировать через законодательство, их правила игры устанавливать, возможно, другие им смогут зайти. Но в определенный момент Букинг зашел, занял определенную нишу, достаточно широкую, и теперь даже серьезные операторы, агрегаторы, они не могут сюда попасть, потому что, ну, для них это достаточно весомые финансовые... Ну, заплатить, как мы говорим, тем же самым людям, которые поддерживают в интернете твои сайты, тебя тоже элементарно поднимут. То есть, хорошо, будет там в Яндексе сначала Букинг, первая строка, а потом там какой-нибудь... Давайте с точки зрения обывателя. Если вы привыкли работать с Букингкомом и видите какую-то новую агрегаторную площадку, какой смысл в этом переходить на нее? Я перебью, у нас мои коллеги привыкли в это время выпускать рекламу, а потом мы продолжим. Мы ходим на рекламу, потом мы продолжим. У нас сегодня тема бронирования в отелях мест посредством интернета, ну, либо мобильных приложений, в принципе, одно и то же. Мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Мы сегодня говорим о системах бронирования в отеле, в частности, о такой компании, как Букинг, на которую наехала, что называется, наша федеральная антимонопольная служба. И все-таки, действительно, почему они стали такими монополистами, на ваш взгляд? Ну, потому что это действительно самый громоздкий агрегатор, который зашел к нам, и единственный, когда они зашли, они были единственные, у нас... Ну, пусть, кто-то все, как я уже говорил, все были единственные, но одноклассник, когда-то были единственные. Зашел контакт, их еще и подвинул. Вот пример. В чем проблема сделать такой же сайт, все так же и... Вы сделаете точно такой же, он не будет работать. По одной простой причине, что человек привыкает работать с одним и тем же продуктом. Он привык работать с Букингкомом. Это имя, это история, это колоссальная история. И какой ему смысл бронировать через какой-либо другой агрегатор, если он привык работать через это? У какого-то же была история колоссальная, а потом придумали по психологу. Когда Booking заходил к нам, у нас как получилось, что в России до сих пор нет своего агрегатора. Кстати, нету, да? Они есть, но они настолько малы, что они не являются конкурентами Booking.com. Это экспедиа, островок, их доля рынка составляет не более 3-5%. А что у вас, как у экспертов, на ваш взгляд, у них не так? Денег столько нет. Да, и у них нет такой рекламной поддержки, как есть у Booking. Они не могут так продвигать наши отели, как это может делать Booking. Когда Booking заходил в Россию, они получили поддержку правительства. У нас складывалось таким образом, что министерство, руководители собирали отельеров и объясняли, как работать с Booking. А правительство, это зачем вообще, мне кажется? Это с углубить бизнес-тема. Потому что туризм лоббируется всегда своим государством. Это не бизнес-тема. То есть это вопрос развития туризма? Это вопрос, конечно, развития туризма. И на тот момент, когда заходил Booking, в России еще не было такого крена на продвижение внутренних ресурсов. Хотя там попытки были, но здесь очень было мощное лобби, допустим, зарубежных туроператоров, в том числе на выезд. И Booking, в общем-то, зашел при поддержке правительства и сразу взял рынок, в общем-то, без всяких там особых вложений. А сейчас, чтобы их отодвинуть, нет конкурентноспособной среды. Этим и занимается ФАС для того, чтобы всех в определенные рамки поставить. Сейчас же у нас что получилось? Торговые сети тоже определенной договоренности достигли. И мы видим рост цен в продовольственных магазинах. То есть, был все-таки сговор? Ну, у нас и по бензину бывает сговор. Ну, что с ним проще наши федеральные власти, которые сказали, что есть жадные? ФАС для этого и работает, чтобы вот этих вещей не было. Поэтому они отслеживают, чтобы люди работали в конкурентных условиях. А с точки зрения Booking, они не только являются системой бронирования, они еще выставляют оценки, на которые ориентируются потребители. Вот здесь очень много споров, потому что критерии, по которым они выставляют оценки, они не прозрачны. Это их в том числе давление на бизнес, чтобы они входили в их систему. И, в общем-то, ФАС обратил внимание именно на эти критерии. И в законодательстве будет ссылка именно в том числе на то, чтобы выставлять прозрачный, чтобы потребитель понимал, как оценивается работа того или иного отеля. Они скажут, что опрос проводим в Вокспополе. Ну, я думаю, что мы так глубоко не заходили в эту систему оценочную. Но специалисты наверняка, если есть такая претензия, значит, она обоснованная. И я думаю, что дальше так будут. Ну, в принципе, Бог велел делиться. Надо с государством с нашим. На самом деле, у ФАСа в большей степени были претензии именно к паритету цен. Что влечет за собой паритет цен Booking.com? Вот, паритет цен. Паритет цен означает, что... Это вопрос, как раз, мой вопрос. А на каких еще условиях сотрудничество было? Что Booking потребовал от отелей взамен на то, что мы уже озвучили, на пиар этих отелей? Отель при заключении договора с Booking.com подписывает буквально кабальные условия. Что в них входит? Это подразумевает, что отель при заключении договора выставляет единую цену на всех площадках, какие есть, с какими агрегаторами заключен договор у отеля. Броневик, островок, любые абсолютно агрегаторы, Booking.com, в том числе собственный сайт. И должна быть единая цена выставлена на все номера, которые выставляются на продажу, и единое количество номеров. То есть вы не можете на сайте выставить 20 номеров на продажу на своем собственном, а на Booking.com только два номера выставить на продажу. Или, например, у себя на сайте сделать цену на номер стандарт 3 500, а на Booking.com выставить за 3 700. Соответственно, вы не можете лавировать ценами по своему собственному усмотрению. Вот в первую очередь ФАС именно про паритет цен говорил. Почему это плохо для отелей? Для отелей плохо, потому что мы можем продавать, вот буквально, если говорить про наш отель, мы можем продавать себе по единой цене на всех площадках, нам это невыгодно. Мы могли бы давать людям скидку от стойки, если гость зашел, уже готовый в отель, и мы можем ему предложить напрямую. Просто упомянуты были агрегаторы. То есть речь идет не только об интернет-продажах, речь идет о живой продаже. А когда человек, увидев рюмку, подъехал, зашел, а вы ему, о, ты зашел, тебе 30% в скидку. Да, мы не имеем права... А как Booking узнает? Ну, фактически, вот эту ситуацию Booking не узнает, но он обязательно мониторит ситуацию с сайтами. И если вы у себя на сайте продаете со скидками номера, а у них нет, Booking.com за это может наказать отель. Как? Штраф. Помимо штрафа он вас спускает в рейтинги и может исключить на какой-то период времени из бронирования. Это вот как раз к системе оценки. То есть это, по своему статусу, это уже начинается регулирование цен и регулирование бизнеса. И это, в общем-то, недопустимо, потому что Booking — это коммерческая система, не правительственная. Да, это не благословение. У них нет таких функций, поэтому они, в общем-то, и получили такой штраф, который они оспаривают. Но шансов на то, что они получат, как бы, ну, они получат отказ. А нельзя наехать на них за клевету? Ну, грубо говоря, они снизили оценку, то есть, грубо говоря, называя по-простому, что, дескать, отель якобы отстой. А какой отстой? Ребята, у нас, условно говоря, новые номера, у нас там все супер. Да, это все судебные издержки, это все отвлекает от бизнеса. Можно, но нежелательно. Это, допустим, Федерация рестораторов-отельеров, конкретно там вице-президент Прасов Адим. Они объединили вот эти вот, промониторили весь рынок, поняли, что проблемы системные. И от опоры России, от ФРИО была, в общем-то, проведена определенная работа, в том числе и с ФАС, и, в общем-то, как результат появились вот такие вот судебные иски. То есть, в одиночку, к отелю, с букингом бодаться, это бесполезно. Даже если какая-то система, условно говоря, уровня Хилтон, допустим. Не важно, а какая разница? Ну, у Хилтона сейчас свои каналы продаж. Международные сети, не будем трогать, у них своя система продаж и своя система, по которой они работают с гостями. То есть, верно я понимаю, что на букинге я не увижу Хилтона, допустим, Мэриотт и так далее? Вы увидите. Нет, они работают с гостями. Они есть, да, просто у них есть разные варианты бронирования. Есть своя членская система у Хилтона, у Мариотта, у Рэдисона, неважно. У мировых сетей своя система гостей и своя система мотивации гостей, чтобы они могли ездить внутри своей корпорации, скажем так. А у простых отелей нет вообще никаких рычагов воздействия на букингком. И сетевых, в первую очередь. Да, вообще абсолютно никак. Ну, как может один отель воевать с букингкомом или какие-то свои условия диктовать? Они монополисты, вы не можете им вообще никакие свои условия. Они подписывают договор на своих условиях. Ты либо их подписываешь, согласен, либо нет. Из ваших сейчас уст, вот нас, кто слушает, они так замечают, как, когда вас спросил первый вопрос, вот такие, две, два голоса. Прекрасная, замечательная система. Для потребителей. Да, вот этой ремарки не было. Я так еще вас слышу, ничего себе думал. Вы так прям. А сейчас, наоборот, кабальные условия, негодяи, держат в узде, мировая антанты, капитализм. Ну, это действительно краеугольный камень. Мы сейчас говорим о конечном потребителе, о госте, который бронирует. Для него действительно букингком – это очень удобный агрегатор. Да. Очень удобно. Вам не нужно заходить в интернете, искать отель какой-то конкретный. Вы его увидели в агрегаторе на букингкоме. Внутрь провалились, посмотрели фотографии. Вам все нравится, забронировали, вышли. Был мой знакомый в Пензе, сказал там отель, не знаю, там такой-то супер, Ром, поезжай. Я же сразу в Яндексе наберу, отель такой-то. Ну, это вот вы. А я сейчас скажу, что поколение молодое совсем, они вообще принципиально не общаются ни по телефону, они даже на это время не тратят. Никогда им это не надо. Во-первых, букинг дает гарантированное бронирование. И если отель при заселении вам в чем-либо отказал, букингком будет решать за свой счет эту проблему. А гость связывается с букингкомом. Уже скромен в огород отелей. Да, а я никогда и не говорю, что отели никогда ни в чем не виноваты. А как так вот, я, можно же, оплатил. Бывает, бывает, у отелей часто, у Ира, букинг, бывает, все бывает. Это же отель, это человеческий фактор. Букингком – это машина, это не человеческий фактор. У них все отработано. И поэтому, если отель накосячил и не заселил гостя, или заселил не в тот номер, гость связывается с букингкомом, потому что был через этот агрегатор бронь. И букингком сделает все возможное, чтобы переселить гостя, либо в отель высшей категории. Либо в номер в этом же отеле, но высшей категории за свой счет. Эти разбирательства потом он оставит с отелем, но не с гостем. Гость этого никогда не ощутит. Поэтому букингком всегда стоит на стороне гостя, но не отеля. Хорошо. Если так предварительно подвести итоги, получается, букинг для посетителей отелей – это супер. Это супер. Для отелей это кабала? В какой-то мере, да. Это и продвижение услуг, но в то же время это кабальные условия, потому что комиссия отчислений составляет порядка 18%, в каких-то регионах и выше, в зависимости от уровня отеля. 18%? Да. При прямых продажах я ничего не получу. Для понимания телезрителям, номер стоит 100 рублей. Когда я плачу, бронирую номер, я плачу 100 рублей, но 18 рублей уходит букингу. И только 82 отеля. А так бы отель мог 100 получить. А так получить 100, если бы он зашел, человек от стойки забронировал номер. Даже с скидкой, позвонив на ресепт, 5-10% отель получил деньги, а тот он просто не имеет права это делать. Ни скидки давать, ни самостоятельности в ценообразовании нет. Ну вот вы говорите тоже, что посетителей, для тех, кто... Для туристов это супер. Но я читал, что иски были к букингу из-за границы. Их там тоже наказывали. А иски еще чего касались, что и посетителей они, мягко говоря, обманывали. Например, то есть вот эта система, когда я смотрю номер, вот. Во-первых, да, касаемо уровня отеля, оценки. Она тоже, как вы уже сказали, условная. И кому-то могли больше накрутить, чем это стоит. Это уже обман посетителя. Во-вторых, такая тема, когда я смотрю номер, и там высвечивается. Этот номер сейчас просматривает 8500 человек. А на самом деле два. И они это специально делают. То есть никакие 8500 нету. Они, человек обман, он сразу начинает волноваться. Такой номер уплывает. И скорее бронирует. А могут поискать подешевле. И за это на них тоже наезжали. Это обман чистой воды. Вот, то есть получается... Пока не хлопнули. Да, и туриста тоже, получается, они обманывали. То есть это не такое уж и благо получается. Ну, смотрите, отель заключает договор с Booking.com, не видя менеджера. Он высылает просто обычную ссылку на свой сайт, да, и выкладывает свои фотографии по своему усмотрению. Поэтому в какой-то мере это покупка кота в мешке. Вы можете просто приехать и по факту увидеть отель совершенно другого уровня. Но чем это чревато? Он пишет, гость пишет жалобу в Booking.com, отзыв безобразный. И Booking.com будет конкретно разбираться уже. Если написано, что отель не соответствует заявленным фотографиям, звездам, описанию, именно Booking.com будет разбираться с отелем. Он будет писать запросы. Отель должен будет отвечать на эти запросы. А еще ему фотографии пришлют. Если это будут очень частые фотографии и очень частые отзывы, то вплоть до штрафов и до расторжения договора Booking.com совершенно не нужно свое имя портить. Абсолютно. Хорошо. А вот эта тема, что якобы там 100 500 человек просматривают этот номер в данном моменте? Ну это специально они накручивают, да, это маркетинговые инструменты, это нормально. Я понимаю, да, это политкорректное заявление про маркетинговый ход. Знаете, по-русски это обман. Это обман. Ну какой это ход? Ну это не обман, это уловки некиды. Да, это маркетинговые инструменты. Вы политкорректные дамы, это обман. Это в чем ведь проблема, что это людей подстегут, они совершают необдуманную покупку, а выясняют, что можно... Ну это не запрещено законом, почему нет? Ну конечно, это как у Астап Бендера. У него было 14 сравнительно честных способов. Если суд признал какие-то нарушения какого-то законодательства, значит да, на самом деле это не уловка маркетинга, а уже обман. То есть это все так, на грани. Обман, обман. На грани. Ну я говорю, это Астап Бендер уже называется, там работает в букинге, потому что сравнительно честный... Астап Бендер у нас как это, икона на стиле. На шоу-бизнеса это икона. Хотя, как мы выясняем зарубежного, букинг-то это зарубежная компания на самом деле. Ну да, это не российская. Получается, что воруют не только у нас, не обманывают. Не такие, что честные, они там за границей. Мы же учимся у кого-то. Мы же учимся на самом деле. И себя иногда там превосходим. Хорошо. Дамы, вот на ваш взгляд, вот сейчас ФАС с них... Ирина, ты сказала, что скорее всего снимет эти деньги. Что дальше произойдет, на ваш взгляд? Из вашего опыта. Ну, насколько я знаю, там еще примется ряд законодательных актов. И посмотрим, что будет на самом деле. Ну, Ирина, твой прогноз. Вот как ты думаешь? Вот лично твое мнение. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы как бы более устойчиво на рынке были и другие агрегаторы. Вот, потому что на данном этапе все равно они сегодня придумали одну систему, получили запрет. А уже в кармане другая система приготовлена. Поэтому здесь на опережение там законодательство пойти не всегда сможет. Это вот, ну, дело времени. Поэтому, когда конкуренции, вот здесь уже не приходится там обращаться в суды, рынок регулирует все сам. И потребитель видит, какой сайт ведет себя более корректно, начинаются отклики в интернете. То есть здесь идет определенное саморегулирование рынка. А когда они одни, то вот сиди и вылавливай вот такие вот моменты и сразу там стучись во все инстанции. Ну, это потеря времени на самом деле. И все равно это их не призовет к тому, чтобы они вели честную борьбу и честные условия там обеспечивали для всех участников этого процесса. И для гостей, и внутри взаимоотношений бизнеса. Поэтому здесь так все очень условно. Хотя все работает по большому счету. То есть букинг, на твой взгляд, не изменится? Нет. Я думаю, что станет более коррекцией. Они уже держат в кармане другую фигу. А всегда так. Ведь другая система. Ну и в конце концов, это общедоступная информация о том, что у них штраф составляет порядка 11% от всего оборота их на территории России. Поэтому даже если они заплатят этот штраф... Ну, они будут делать все возможное, чтобы его не платить. Но если перейти на экономические рельсы, то для них это не самые страшные потери. Потому что комиссионные сборы на территории России у них составляют просто миллиардные цифры. Ну, а если будут повторные нарушения в этой же части, то, конечно, это уже будет более весомо. Но я думаю, что будут другие какие-то вещи появляться. Поэтому... Более осторожно работать на рынке просто. Просто вот, Ирина, ты сказала, что они заходили в какой-то той или иной степени, а может, даже значительно при поддержке правительства. Ну, а раз такие пироги, ведь ФАС это тоже правительство, и не может в таком случае наш правительство сказать, ребят, мы вас как завели, так и выведем. Если вы будете так дальше... Нет. Нет, это не будет. Летко-колорадский жоп завезли в страну, а обратно уже... Ну, борщевик тоже разложили. Ну, борщевик нет, говорят наши. Наши изобретели, но, тем не менее, контролировать его уже не могут. Поэтому здесь тоже смысла топить букинг тоже нет, потому что это экономика. Экономика отелей. Мы столкнемся с коллапсом на рынке средств размещения. И негатива будет гораздо больше, чем вот такие решения ФАС. Да и потом, альтернативы-то нет. Мы же говорим о том, что доля остальных конкурентов настолько мало. Конкуренции нет, и от этого все... Если только на уровне правительства не будет введен какой-то свой... Ну, агрегатор... Но почему? Ведь святое место пусто не бывает, уйдет букинг, как вы говорите. Тем более, есть на рынке уже... Они западные, неважно. Есть даже русские. Другие системы бронирования, это как грядка. Ты уберешь какую-то культуру, ее рано или поздно заполонят другие. Почему вот эту грядку под названием бронирование отелей не заполонят другие? Эти западные системы, наши кто-то придумают. Надо создавать равные условия для ведения бизнеса в этом задаче государства. Так как сейчас эта система только находится в стадии развития, еще начинаются проявляться вот эти перекосы и недоработки законодательства. Ведь мы не можем пойти на опережение. И там, допустим, 10 лет назад заходил букинг, а мы уже наперед вот такие вот фас натравили. У нас прецеденты еще тогда не сложились. А запад есть прецеденты. Ну, у запада своя система, у них совершенно другие правила игры, поэтому равняться на запад, в общем-то, смысла нет. Мы живем в своей стране, со своими законами. Такая же проблема сейчас с агрегаторами в других сферах деятельности, потому что это удобно. Развивается интернет, он идет в самые удаленные уголки наших даже территорий. И поэтому за этим на самом деле будущее. И сейчас, я думаю, что очень серьезно будет вопрос регулирования вот этих агрегаторов, потому что и объекты питания получили себе обратный эффект во время пандемии, когда доставка начала процветать. И процветали отнюдь не те, которые готовили эту еду. Откуда же доставляли, если как не от тех, кто готовит? От них доставляли, но за доставку порой платили, потребитель платит больше, получает больше агрегатор выручку, чем ресторан. Поэтому здесь, опять же, определенного рода диктат идет. И я думаю, что сейчас вот как раз, ну, очень много и переговоров ведется с собственниками этого бизнеса. И я думаю, что появится в ближайшем, я думаю, даже вот в течение года появятся какие-то регламенты работы для того, чтобы был не один агрегатор, а несколько, заходит Яндекс.Такси. Ну, это же не нормально, когда 80% рынка, а одна вот контора занимает. Это монополизм в Кубе. Они так с самого начала, как зашли, заняли свое приоритетное начало, и они работают под своим именем. Они его создали, понимаете, они вложили в это деньги, поэтому спорите. Как я говорю, приведу примеры соцсетей, не знаю, просто компаний. Соцсети, навряд ли они появлялись при поддержке, скорее, при поддержке западных стран они появлялись. Вот, потому что... То есть даже наши посконные, доморощенные одноклассники или контакт? Нет, наши доморощенные одноклассники, это понятно, что это наши, да, системы. Контакт наш, только слизан из Фейсбука. Ну, это разные, это тоже отдельная тема, на самом деле. Все-таки, опять, я как потребитель говорю, ну, по мне так никакого апокалипсиса не случится, если букинга не будет, я просто буду, когда забивать в поисковике отели Твери, мне по чесноку будут просто вываливаться с сайта отелей Твери. То есть для меня никакого горя не будет. А как ты будешь сравнивать? Как их ты будешь сравнивать? Да, там, отель Петров, отель Сидоров, отель Иванов, ну, я посмотрю Петров, так, фотографии, какие-то, три звезды, цена, там, 100 рублей номер, так, хорошо, а Иванов 200 рублей номер, там, две звезды, условно говоря, я позвоню Петрова. Ну, смотрите, в чем разница в рейтинге. У Букинг Кома рейтинг у отеля создается за счет отзывов гостей, которые там проживали. А, мы уже говорили, а за счет ли отзывов только создается рейтинг? Да, в основной своей массе, да, если отели сами не манипулируют. Нет, как вот Ирина сказала, а кто, где, кто это считал, что в какой массе создается, а в какой букинг сам накручивает? Отель может сам проверить количество отзывов. Смотрите, все гости, которые проживали в отеле, после того, как они выехали с Букинг Кома, им приходит письмо с просьбой оставить свой отзыв, вы проживали вот в таком. Ну, конечно, не все. Я там аэропорт пишу, еще какие-то писать про этот отель. Да, но отель заинтересован в том, чтобы у него был хороший рейтинг, поэтому он отслеживает все эти отзывы гостей. Марина, в Майсово тоже психология человека, что он замечает, в первую очередь, плохое. Если отель в шоколаде, есть добрый душ, который шикарный отель, в Майсово все отлично, они уже думают про аэропорт и так далее. А вот когда плохое, тут, наверное, 9 из 10 не поленится, выбесившись, и допишут, что там в углу мыс жила, а под кроватью покойник, как в 4 комнатах у Тарантино было. Вот, понимаете, то есть вот в чем дело. Это же тоже важный момент. Это важно, но давайте так. Если у отеля все хорошо, то таких отзывов, где прям все совсем плохое, гостей, заезжающих с плохим настроением, и которым действительно все плохо, из 10 будет 2. 8 напишут, все равно положительный отзыв, и это будет повышать рейтинг отеля. Потому что Booking.com все равно более-менее объективные оценки выставляет. Они легко проверяемые. Отель сам проверяет, и если отель вдруг находит отзыв, который не соответствовал действительности, если там действительно гость написал, что все было плохо, отель может подтвердить видеонаблюдением. А если он написал, что все было хорошо? Все очень хорошо, но отель же заинтересован, что все очень хорошо, значит хорошо. Я хозяин отеля, Ир, напиши мне это, Марина, ты тоже напиши, но я вам это... Ну, мы все знаем, как вообще пишутся в интернете отзывы. Огромное количество оплачено. Заказы тем же самым, ну, и ребята, которые занимаются поддержкой сетей, что мы все знаем. Это все понятно. Это адресное обращение. В этом тут тоже система более-менее отлажена, поэтому... Отлажена почему? Потому что гость не должен не только прожить, он должен заплатить за свое проживание. То есть вы не можете накидать, это отслеживается, вы не можете накидать туда своих отзывов. А на своем сайте можно написать все, что угодно. Абсолютно. Там можно. Вы напишите, какие вы замечательные, даже мыши, которые будут под диваном... Они были белые, ручные, приносили крикеры. Да, говорить человеческим голосом. Обслуживать. Хорошо, подождите, вы говорите... А вот эта история, мы упомянули, что якобы этот номер просматривает 100 500 человек, а на самом деле 2. Это сам букинг с чрезмерное усердие или все-таки отель? Или позвонил, ребят, написал чем, давайте как будто... Нет, маркетинговыми инструментами обладает только букинг. Это букинг, сам решен. Зачем это вот так взять на косячи? Букинг может вам предложить... А вы потом это поймали. Да, участвовать в какой-либо акции. Например, сейчас букинг запускает двухдневную акцию, сделает 30% скидку на какой-либо из видов номеров, допустим, на номера высшей категории люкс. Это объявление в букинге будет висеть только в течение 72 часов. Например. И, естественно, что если отель отказывается участвовать в этой акции, он просто не участвует, и все. То есть, как вы говорите политкорректно, уловка с количеством просматриваемых людей, вот этот номер, это букинг сам решил так? Да. Вот так вот. Ну, это такие вот... Но у них же есть доступ к своим системам. А зачем им это надо? Чтобы быстрее... Ну, на самом деле, букинг отслеживает количество номеров, которые осталось у них сейчас открытыми по конкретному отелю. И если действительно осталось там всего два или три номера, они будут действительно подстегивать гостя купить, потому что на самом деле так осталось. Если там на сайте еще 70 номеров висит, они не будут выкладывать вот этот рейтинг. Причем я самостоятельно это отслеживала по своему отелю, заходишь, смотришь, и если действительно у меня осталось там четыре номера в продаже, он действительно пишет, что успейте купить, осталось в продаже всего четыре номера данной категории. То есть не всегда букингком лукавит, не всегда. Конечно, не всегда, мы же не говорим, операция чистой руки, астап бендер, да. А, дамы, все-таки хорошо, на ваш взгляд, вот, Марина, твою, конечно, мне интересует особенно, для отеля все-таки, если вот так, вот это ваша кабала, или вот он сам даже мухлюет за тебя, а не по твоей просьбе, и так, и мыши белые, и говорящие, вот, что лучше? Я бы оставила и букингком, но все-таки, чтобы наступило поступление для отелей в качестве паритета цен, для того, чтобы мы на своих прямых источниках продаж могли регулировать сами цены образования, предоставлять гостям скидку. То есть когда я пришел на ресепшн сам? Да. Когда я позвонил на ресепшн сам? Когда, да, вы сделали прямую продажу, я могу предоставить скидку, и за это я знаю, что букингком меня не накажет. Но это для них крайне невыгодно. Да, для них это невыгодно, но я объясню почему. Потому что в основной своей массе у всех отелей на территории России преобладают продажи букингкома. Все сидят на этой игле. Я сейчас скажу, что если таких отелей, у которых преобладают прямые продажи над букингом, можно по пальцам пересчитать. Если они скажут, да, что у нас преобладают свои личные продажи... То есть национальные сети та же история? Ну, примерно, да. Ну, если я Роман Абрамович, то я не буду, как говорят, гуглить, там, я сразу так, Тверь, допустим, поеду Хилтон, ага, я, не важно, Урюпинск, я сразу буду искать... Сетевые, громкие отели, потому что... Потому что вы знаете, что вы получите определенный уровень сервиса, который заявлен в стандартах данных отелей. Если там стоит отель, значит, он 5 звезд. А если это отель, там, у Ромашка, и на самом деле вы не понимаете, что вы получите там. Сейчас система классификации, она только набирает обороты и... Звездность, говорят зрители. Ну, это именно за звезды. Двезды, три звезды, ну, не все, понимаем, все понимают, сколько звезд отелей. И, в общем-то, пока она еще, вот, с точки зрения регулирования, как бы, гостиницы, конечно, они заявляются, выполняют по максимуму требований. Марина Эксперт в этом, один из немногих в Тверской области. Вот, но потом же, самое главное... На Тверситрах тоже Эксперт, там, 5 звезд в области отеля. Самое главное, не только заявить, но и поддержать вот этот уровень, да, который соответствует классификации. А это зачастую, в общем-то, ну, так... Это очень экономически дорого и тяжело, да. Для отеля очень тяжело поддерживать определенный уровень, заявленный при классификации. А в чем проблема? Ну, пылесоси номер каждый день, мойте хорошую посуду. Нет, это условно бытовое, да. Понимание на самом деле не так. У категории, ну, самый распространенный у нас 3-4 звезды. Ну, да. Да, и поэтому надо понимать, что гость, который приезжает в 4 звезды, например, если я еду, я заранее знаю, я никогда не беру с собой баул, там, дополнительной косметики. Я не везу с собой зубную щетку, мне это не надо, мыло, гели, шампунь, мне это не надо. Не украсить, а пользоваться. Давайте так, это заложено в тариф, и я это оплачиваю. Поэтому это называется не воровство, это то, чем я воспользовалась. Воровство, если я халат украду из номера, вот это будет воровство. А косметика, которая лежит на полочке в номере, это заложено в тариф этого отеля. Вот, поэтому поддержание вот этого уровня, наполнение номера косметикой, пылесос, как вы говорите, халаты, недешевое постельное белье, покрывало. У вас стены должны быть приемлемые, а не покрашены в оранжевый цвет, и где-то там выковырена штукатурка, да, гвозиком. Или картина висит, а вы сидите, думаете, упадет она на вас или нет. То есть это недостойный уровень 4 звезды, и поддержать его очень недешево. Подожди, а у меня сразу вопрос, а как ты хотел другу хозяину отеля? Ты звучишь отель, и это надо отдавать себе отчет с самого начала? Понятно, поэтому это заложено в стоимость тарифа, и почему на территории России в 4 звездочных отелях не бывает номеров дешевле 4 тысяч рублей? Если вы находитесь за 2 тысячи, и у вас на вывеске висит 4 звезды, я бы, например, уже 10 раз подумала, как... А как, конечно, хочешь продешеветь, ну, конечно, 2 звезды, и это твой вариант. Ну, очень часто так рачительные хозяева, они так подумают, ну, мы сегодня там, пока межсезонье, мы вот так вот сэкономим вот здесь. Сейчас мы уберем халаты, тапочки, и народ проглотит, куда они... Раз уж поехали, за границу закрыли, куда они денутся, проглотят. Почему столько жалоб в этом году? А вот тогда и пойдет рекламация, я заехал в отель 4 звезды, а там сказали, а что, с собой халат не привез? Вот поэтому и создан теперь при Ростуризме отдельно на сайте закладочка, жалоба. Гость может после выезда все зафиксировать, сфотографировать и оставить свою жалобу, и дальше уже прилетит конкретно отель. В отель приедет эксперт с аккредитованной компанией, в первую очередь проверить, если они действительно фиксируют то, что на момент прохождения классификации лежали и халаты, и тапочки, и все остальное, а потом они, не объявляя, приехали, сделали ревизию, не нашли, отель теряет свою звездность, он ему приостанавливает время действия свидетельства, да, и до тех пор, пока они не исправят и не прекратятся жалобы, им назад не вернут. А более того, если их еще и лишат свидетельства, то они будут проходить заново весь процесс классификации. А вот Ирина уже обмолвала, что пока еще процесс классификации идет, но когда он закончится, скажем, ну это будет плюс для нас, потребителей, потому что я сразу буду так, ну я сразу знаю свои условные запросы, что мне либо 5 звезд, либо 3, я сразу ставлю город Пенза, отель 3 звезды. Да? Конечно. Да. Для чего эта классификация-то, да, и придумана? Для того, чтобы вы знали, что в Калининграде вы получите уровень услуг на 3 звезды, что в Владивостоке, неважно абсолютно, это единые стандарты, выработанные на территории России для всех отелей, и все обязаны их будут применять. А сейчас возникает ситуация следующая. Букин, когда заходил, классификация еще у нас вообще в мечтах 7 звезды, но она была добровольная, да, она была добровольная и обязательная. В общем-то, там полный был беспредел на самом деле, и по ней судить о качестве услуг, там, 250 смотришь, те же самые услуги, картинки красивые, а разница вот в обеде, допустим, колоссальная, да, и естественно, когда букинг зашел, это было своего рода тоже, слава богу, хоть у них какая-то система, там, отслеживание качества услуг есть своя. У нас в Тверской области, по вашим данным, у какого процента отелей имеют классификацию? Практически все, нам осталось... Да ладно, уже практически все? По законодательству, ну это было несколько лет назад, сейчас же есть постановление, да, об обязательной классификации, осталось всего 4 месяца на то, чтобы завершился этот процесс для отелей с количеством номеров менее 15. А что будет... Все, что свыше 15, все проклассифицированы. А если отель, что-то забьет на это дело? Ну, приостановка коммерческой деятельности, распотребнадзор, налоговая, да, и если их находят без... то есть они ведут коммерческую деятельность без присвоенного свидетельства. Размещают гостей, занимаются этим... Да, то есть оказывают эту услугу, во-первых, это экономическое преступление, нарушение санитарное, да. Там прилетит очень храбо, не покажется. А за его отель, мама, отлично с нашими преступниками. Да, да. То есть это не просто так поют дело? Нет, это не просто так звезду нарисовать себе на фасаде, нет. Опять-таки, если говорить про Тверскую область, у нас тоже превалируют 3-4 звезды или как? В основной своей массе, да. Пятизвездочных отелей в Тверской области только два. Это Рэдисон Завидова и Конакова Александровская Слобода. Всего два пятизвездочных отеля. Это хорошо, на ваш взгляд? Ну, нормально, мало, плохо или много, мы молодцы, в Пензе вообще ничего нет. Сейчас при нашем экономическом положении, пятизвездочные отели в самом невыгодном положении, потому что у них самый высокий ценник, а покупательский спрос у населения упал. Поэтому будут пользоваться популярностью только 3-4 звездочных отелей. Но тем не менее, по Селигеру могу сказать, там нет пятизвездочных отелей. И спрос, он в общем-то есть, и я думаю, что будут все равно появляться, потому что вот в особенности тем, кто привык к зарубежному отдыху, к качественному зарубежному отдыху, они все-таки хотят люди... А почему там пять нету? Селигер, сам Бог велел. Ну, потому что туда не вошли такие инвесторы, которые готовы вложить. Ну, давайте так, Селигер, это все-таки сезонный вид отдыха. Это не Черное море. Про весь русский туризм говорят. Да и в Сочи в декабре-то это, чтобы ты в декабре в Сочи поехал. Но все равно сейчас это не представляет таких сложностей для людей, а сезон заканчивается в конце сентября, и на этом все. И Селигер стоит закрытый на ключик. Дополнительные виды услуг на межсезонье наращивать, чтобы отдых стал круглогодичным. В принципе, видно сейчас, вот я наблюдаю, что бизнес задумывается над этим, и уже так, не просто средства размещения планируют открывать, но уже с готовым пакетом услуг, допустим, на любой сезон. У нас минут осталось. Задам свой любимый вопрос. Как вы думаете, к нам будут заходить в ближайшие, скажем, может, пять лет еще какие-то транснациональные игроки? А потому что, когда я читаю, что там в каком-нибудь Ульяновске есть Хилтон, в таких городах, правда, или Тамбове, где-то там есть, как-то за дверь родной становится обидно. На ваш взгляд? Надо своих растить. Ну, хотя, которые могли бы работать хотя бы под брендом, под франшизой, не под управлением, но под франшизой. Я считаю, что франшизы могут. Зайти всегда можно, вот, вопросы к экономической целесообразности, да. Но я считаю, что нам надо вообще создавать условия для развития своего бизнеса. Потому что у нас достаточный объем туристов, путешествующих людей по России своих. И мы можем спокойно, в общем-то, абстрагироваться от европейских стандартов на определенном этапе. Но не то, что абстрагироваться, а продвигать своих, допустим, предпринимателей. Зачем нам выводить деньги и заработать? Ну, действительно, платить это очень серьезная комиссия. Да, это франшиза. Да, за имя, поэтому... Со всеми вытекающими последствиями. Получается, что, в общем-то, вся экономика туризма государство продвигает, и продвигает не свое. Вот в этом, на самом деле, большая проблема, потому что у нас сейчас государство поддерживает и зарубежные отели, и наши в равной степени. И вот, закона по бронированию пока нет, а по большому счету должны поддерживаться. Показываю, коллеги, у нас эфирного времени больше нет. Желтым. Желтым, мы бы еще поговорили. Спасибо большое, дорогие дамы. Мы сегодня говорили об особенностях национального бронирования. Что есть такое Минополис Букинг? Ну, как выясняется, не такой ужин честный. Поэтому, дорогие телезрители, бронируя отели, радиослушатели... Сами проверите. Доверяй, но проверяй. Спасибо большое, дорогие дамы. Там была программа «Тима дня». Хорошего вам выгодного бронирования. Спасибо.